Привет нашим телезрителям! Мы на озере Запольское. Как мне сказали, здесь раньше были... Вот так вот, надо закрыть, чтобы не шумело. Здесь были раньше палатки, все было из шатров. Всякие наши нелюбимые люди здесь приходили и умничали. Но фанаты всяких сомнительных организаций радовались, что они сюда ездили. Ну а так здесь прикольно! Когда пойдешь, осторожней! Нет, ну ты можешь не выключать. Когда пойдешь, не упади. Вон, мне кажется, вон там лестницу не срезали. Хо-хо-хо-хо! Нормально трясется, да? Без ширика вон, сними тот мост. Точнее пирс. Причал, хрен его знает, как его тут назвать. А там вот пляж был, похоже, где песок насыплен. Может быть. Кстати, я тут хотел искупаться. На ширике уже? Отлично. Ну что, пойдем до того, как там причало. Ты внизу там не снимал? Ну давай я поснимаю чуть-чуть. А ну все еще. Да я уж понял. Да. Познавательно. Неудивительно, что тут все развалилось. А сколько тут всего лишь навсего нет уже никого? Два года. Два года. Ну короче, как Орлова срулила отсюда, так это дело прикрылось. Ну да. Наверное, в жаркое время, чтобы на родичный этот пляж. Ну да. Не, ну сейчас это. Я, конечно, хотел бы с пирса нырнуть. Но стремно, вдруг там что торчит где. Ну да, это надо проверить сначала. Вон сейчас Саша рассказал мне интересную информацию. Его знакомый вывозил с территории смыслов мусор. И как вы думаете, какая часть мусора была из резиновых изделий? Правильно. Большая. Ну да, странно, что доски еще не все сперли. Да? Да уж. Ты думаешь? Нет, здесь ворчал столб. Да. В общем, интересно, интересно. Чем тут только люди не занимались. А представляете, с какими людьми. Хо-хоу. Не упасть бы. Ну че, ты идешь? Ну как там? Есть эти? Лесенки? А? Блин. Можете слезть и по лестнице искупаться. Большое озеро. Да большое. Че еще раз дальше. Ну они всем гостям говорят, что это Клязьма. Нет, это не Клязьма. Нет, они называли ее. Да? Территория смыслов на Клязьме называл их. Ну потому что большинство людей не смотрят. Че там видно, Сереж? Ничего не видно. Ничего не видно? На, подержи. Клязьма вон в ту сторону. 700-800 метров. Потому что я мерил по карте на Google Планета ихней линейкой. У меня была мысль типа Мишину лодку перетащить сюда, приплыть на Клязьму, перетащить лодку сюда и здесь у них поплавать. Но Миша под это не подписался. Вот. И... Как тебе здесь? Нормально. Вообще красота. А мне все-таки кажется это... Они им говорили, что это озеро. Просто да. Почему-то на Клязьме называли. Хотя хрен его знает. Слушай, я говорю, что они просто кушают. Они вот таким вот квадратом идут, потом небольшие пробелы и снова еще один такой же квадрат. Ну да. Ты наблюдательный. Как специально выращенный. Да нет, не специально. Я думаю, они сами по себе так тут. Ну что? Подождите мне квадратик. Вертолетные площадки смотреть? Наверное. На Google-карте здесь еще есть фотографии этого места, что тут стоят вот эти палатки, все расчерчено. А на Яндекс-карте этот кусок сделан картой 2005 года. И здесь нет ни асфальта, ни вертолетных площадок, ничего. С какой целью? Это все запрятано. Хотя я видел на том же Яндексе раньше, что здесь все было и еще четче, чем на Google-карте. Вот прям уж такой стратегический объект, да, чтобы почищать его. Помоечка. Как это принято. Да, интересно все равно. Где они? Вон там, наверное, да? Вертолетные площадки те две. Ну в принципе-то я не удивлен, что здесь столики в кустах. Ну а что сюда бухать ездят все? Вон там рукомойник. Ну правильно, мангал никто не забирает. Они нафиг никому не нужны. Ну, это со Владимира сюда ездят. Из глобуса пакеты. Я не знаю, откуда была эта свинота. Но вот тут артефакт мы один нашли. Если это были наши, то, ребят, хуй вы за собой не убрали. Вы сюда на машинах все приезжаете, блин. Трудно за собой помойку убрать, что ли. У меня там записывается, посмотри. А то, может, я в пустоту говорю. Да, ребята. Правильно говорят. У нас в области самое завышенное самомнение. Вот тут написано, что мы сити, а остальные хуй сосить. ТД Аскона, Ютекс. Вот так вот, ребята. Не, ну ладно. Пойдем дальше. Что-то тут на асфальте сэкономили. Это что? Вот это вертолетная площадка? Да. Еще одна должна быть. Какая? Третья. Третья. А вторая-то где тогда? Там где-то. Третья. Ну, мне казалось, вот эти близко две площадки вертолетные. Да. А, а. Не, я не знал, что здесь дискотеки. Я думал ты про дискотеки, которые у них тут были. А вон там что за дорожка? Что-то она какая-то Не очень Но это точно не вертолетная площадка Ну что, назад К озеру Еще не все спиздили Есть чем поживиться Ха-ха-ха Что за кабель-то? Могу падать не даже Да, хрен знает Все может быть Здесь была легенда Мне рассказывали Что якобы какой-то мальчик Ушел в тот лес Сними тот лес И он Заблудился И умер в этом лесу Ха-ха-ха И в один день В какую-то ночь Всем вот этим лагерем Всеми этими Шалманами Орали Типа имя этого мальчика Но вот как по мне Можно было придумать Легенду Точнее спереть Из пятницы 13 Что некий мальчик Утонул И что он всех Утаскивает в озеро И зовут его Джейс Так что, ребятки У вас был тут Плагиат Я вообще-то не понимаю Вот это Ну все Как бы все знают Что это нахуйня И вот они Орали всем Лагерем Даже Ну я Я не знаю У меня слов Но мы, кстати В свое время Еще когда были в школе Придумали Такую же сказку Что якобы у нас На Малаурсове Ну короче Мы сперли идею Про Джейсона Вурхиса Утонул мальчик И вот он До сих пор живой И он всех топит И самое смешное Что я потом Лет через 10 Где-то на дискотеке От какой-то пьяной бабы Услышал эту чушь Я говорю Слушай, а она давно это говорит? Она говорит Да лет 10 Вот Мы такую же хрень Придумали в со временем Я надеюсь Еще до сих пор Никто про это не говорит У вас в школе Такую чушь не несут Ну значит Уже умерла легенда Слушай, может все-таки искупаться? А куда Сашка опять делся? А мне тебя за елкой не видно Вот смотри Стиви его Пока тут головой верчал Вроде был Раз нет И вау За елкой Пойдем в воду потрогать Может она все-таки Теплая Только бы не нырнуй сюда А то и раз ее Утоплю и телефон Слушай А нормальная вода Тепленькая Я полез Выключай Я пошел купаться Просто Если я не искупаюсь Я приеду домой Буду жалеть Что я этого не сделал Ну холодно Да Здесь холоднее Чем на малых Знаешь что? Не холоднее Чем мы с тобой Мы когда были тогда? 4 сентября На Клязьме-то я купался На великах мы с тобой ехали Через городок Через все Главное Чтоб сейчас Джейсон Не вылез И не утащил За ногу Ха-ха Ка-ха Там знаешь Так это Кровь в голову дала Сейчас я привыкну Никто же Не это Не ждал Что я Сразу С разбега Забегу И это И нырну Вот сейчас Вот я стою У меня уже все нормально Ну как Специально ветер падал Да? Ладно Главное Чтоб там резко Не было Этого Ха-ха Ветер падал Блин Ощущается Фууу Вот это Кайф Ну что В принципе Нормально А вон этот Видно Да? Фирста Вон тот Не видно Да мне кажется Да песок Привозили Ну и кто Мне Будет еще Пиздеть Про какой-то Блядь Ковид 19 Да? На работу Выберутся Не У нас На работе Проще С этим А вы Почему Ну и правильно Покажешь ему Потом Это видео Семь какой Второй сентября Да Семь Блин Я готов Даже Башню строить Слышите Я готов В труселях Добирать До того Пирса Лишь бы С лестницы Там Слезьте Дюги Потом Сюда Проплывешь Не Я тут Не проплыву Столько Если бы Ласты были Я бы Проплывел Куда По берегу Придешь Красота Че Пойдем На пирс Пойдем Так Ну че Ребята Пойдемте Теперь Поныряем С пирса Ну Нырять Я может Не буду Но это С лестницы Точно Я Искупаюсь А то че Я Зря сюда Приехал Саша Спрашивал Холодно Мне или нет Я вот Если буду Холодной Водой Обливаться Вот Ты себя Выливаешь Холодную Водру Ведро И у меня Вот здесь Спазмы Начинаются Я вообще Не дышать Не могу Ничего У меня Каша А если Я вот так Целиком В холодную Воду Плюхаю То у меня Все нормально У меня С этим Проблем Нет Терри Я пошел С пирс Купаться Оп Оп Купаться Купаться я сорвусь нет и давай не факт тем более куда полез включаем сша почему лестница под наклоном таким точно давайте сначала проверим ну чё ты идешь это последняя ступенька мне кажется тут вообще мелко стоишь нет достаю ты не тренируешься до пол я вылезу ну вот как то так сша здесь должны кажется вода теплее ты просто уже привык наверно адаптировался ну да все скорее ты прав ты говоришь как я буду вылазить так и буду вылазить где я себе оторвал лестницу не прыгать я не буду потому что хер его знает как пел юрий клинских не ныряй в незнакомых местах ты сейчас на ебнешься об мой рюкзак круто не конечно там был понтой сними его куда он залез смертник не мало ли на самом деле ну чё почти все как у нас одно время в 2000 годах один мужик хотел сделать на северком этаже стойку на руках на плите но улетел улетел пьяный был конечно ты знаешь я сейчас тоже расскажу я не знаю где эта видеозапись мужик лес короче знаешь куда к себе домой на пятый этаж пьяный в говно и представляешь эту ситуацию он лезет а я вижу что он с 4 он вот так на балкон и он срывается раз а я как раз тогда только видеокамеру купил я беру видеокамеру уберите от экранов детей и короче как бы это жестоко по вашему не звучало но как говорится если этот дурак сам решил лезть я тут причем вот он короче прям вот так вот он висит он пытается вот так ноги закидывать вот как я там да на этом только это все в воздухе происходит он закидывает у него ноги срываются он опять вот так висит я вот прямо снимал стоял я думаю вот сейчас он пизданется ну хоть тогда не было ни ютуба ничего тогда даже интернета не было еще в камешкова по крайней мере я думаю хотя бы будет доказательная база стоит дурак сам туда лес чё ты думаешь он висел там минут наверно 10 он в итоге кое-как туда залез я вот так поставил камеру и вот так вот ему хлопал через окно это вообще было жесть но вот в седьмом я хотел пошутить в стиле передачи епифанцева но я забыл текст дай книжечку там было примерно так но это был не епифанцев это был другой ведущий его передачи аллилуйя братья раньше я вел грешную жизнь но потом на меня снизошло откровение и я понял как же я заблуждался аллилуйя братья такой загон короче на 20 минут а там классно сделано блин это вот мы сегодня нашли такую сектантскую литературу в одном из почтовых ящиков представляете местная религиозная организация церковь христиан веры евангельской пятидесят блин никогда не мог это слово выговорить пятидесят ников вот город владимир улица лермонтова d 26 г и телефон если хотите связаться с царем царей звоните по этому телефону она мне по осени пишут это что такое сколько этих герц мегагерц а что это значит ладно отвлекся и вот она в общем говорит чего туда же тогда мне бежать я горят и как вообще умудрилась приехать ну вот я искала деревню поглуше я горят и не могла найти где нету федеральной трассы а последнее его самое сообщение было да она мне пишет что какой-то сник из москвы знакомый ей сказал что осенью будут чипировать вопрос знатокам почему вакцинация назначена на осень вот просто мне интересно пойдем посмотрим что там те кто-то он едет кто сюда только не езди сюда все тоже едут большая часть как я понял судя по салфеткам валяющимся по кустам за немецкими аплодисментами сейчас будут немецкие аплодисменты вот она точно здесь они с этой страны а мы думали что там вот так вот немецких аплодисмент здесь только это рэп-песни записывать настало время с вами ненависть пускать ход я распасую пакеты по шпу кускам бомб здесь чтобы выставлять мой рэп это голодные игры ты сам себя коронавала я народом выбран вырывая микрофон из рука держим этим ваши песни лишь безобидно ему лежит этим сцена горит под ногами словно пердаки и быдло если б не я то хер ваш жалкий мир таким был бы феникс была клаве снова восстаю из пепелища пропавший без вести мт вас пою не ищут тысячи моих людей уже по всей стране салют игнорируй но даже так я вряд ли скорее свалю не питая иллюзий мой успех тебе не повторить рэп восьмиугольник разбегайтесь вышел папа в ринг никакого смысла нету претаться пытаться вам это пятница 13 д убегай пока есть шанс не здесь никого не жаль ты для меня мишень сам зови меня Джейсон зови меня Джейсон господи